Итак, сегодня мы будем тренировать нашу наблюдательность, заодно проверим свои знания в области нумизматики. И этот тест будет легким для тех, кто увлекается коллекционированием иностранных монет, так как о них пойдет речь. Рачес Клихасовский! Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. И вот в качестве простого примера мы рассмотрим 5 лир турецких. Попробуйте найти отличие. 5 секунд. Разумеется, здесь различия в размере цифры, шрифта и года. Итак, мы начинаем. Перед вами 3 рейхсмарки 1925 года. У вас есть 5 секунд, чтобы найти отличие. Конечно, многие из вас увидели различия в монограмме. Это буква Е в первом случае. Это означает, что монета была очеканена в городе Мюллинхютен. Ну и на второй монете буква А означает, что монета была очеканена в городе Берлин. Гитлер. Габут. Вот такие вот интересные у нас разновидности. Дальше. И следующий на обзоре у нас современная монета Евросоюза достоинством 2 евро. И если у вас хорошее зрение, то вы сразу найдете 2 различия. Пожалуйста, 5 секунд. Итак, монета слева у нас выполнена в качестве пруф. Как мы видим, у нее зеркальное поле. А монета справа – это монета обычная регулярного чекана. И на ней есть монограмма монетного двора. Шикарный план, шеф. В 12.00 все будет готово. Вот еще одна занятная биметаллическая монета более старого образца, но это у нас Аргентина. Одно PESSA 1995 года. Это, друзья, реверс. Хотя некоторые из вас, которые разбираются в иностранных монетах, они знают, в чем здесь разновидность. Итак, пожалуйста, 5 секунд. Кроме размера шрифта, который так сильно бросается в глаза, также, кроме изображений на диске солнца и года выпуска, здесь есть одно различие. На первом монете была допущена грамматическая ошибка. В слове PROVINCIAS буква S была заменена на букву G. Вот такая вот штука. Следующая монета из ближнего зарубежья, Украина. 50 копеек. Итак, 5 секунд. Найдите отличие. И вы, конечно, не могли не заметить, что трезуб на монете слева вдавленный, а на монете справа он выпуклый. Да. Дело в том, что первый образец был очеканен в Англии. И изготовители, не зная особенности новой страны, выпустили первую партию с вдавленным трезубцем. Потом рисунок, конечно, исправили, но все-таки монеты уже в обращение попали. Ну, а монета справа была очеканена по стандарту в Луганске. Бедняга. Ребят, на его месте должен был быть я. Напьешься будешь. Когда-то Польша входила в состав Российской империи, и в Варшаве чеканились монеты для русско-польского государства. Попробуйте найти здесь различие. 5 секунд, пожалуйста. И как вы уже могли заметить, на второй монете отсутствуют так называемые розетки. То есть цветочный орнамент. Хотя обе монеты одного диаметра и одного веса. Ну и, конечно, на второй монете присутствуют точки и немножко другой размер шрифта. Да, испытываю. Он мне сказал, такую лишнюю неприязнь. Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. Теперь давайте перенесемся на Кубу в 1981 год. Это 10 центавра. Итак, найдите отличие. Пожалуйста, 5 секунд. Я думаю, вы разновидность распознали. Здесь она очевидна. Но у этой, казалось бы, маленькой монеты есть большая история. Дело в том, что Куба была тесно связана с Советским Союзом и была социалистическим государством. И по заказу Национального института туризма была заказана чеканка монет для туристов, которые могли расплачиваться этими монетами в барах, ресторанах, отелях. Чеканились эти монеты в Гаване. Их было достаточно много, но вот есть две разновидности. Здесь явно бросается в глаза большие и маленькие цифры номинала 10. Я должен принять ванну, выпить чашечку кофе, будете там в ванну, будете кофе, будете какао с чаем. Перед вами монета Доминиканской Республики 1Песа 1992 года. И эта монета имела две разновидности. Итак, пожалуйста, внимание, 5 секунд. Различие вот в чем. На монете изображен национальный герой Хуан Пабло Дуарте. Так вот, фамилия этого героя на монете слева расположена под бюстом, а на монете справа расположена на бюсте. И, кстати, обе монеты редкими не являются, поскольку у них были большие тиражи. Спасибо. Вот еще одна монета ближнего зарубежья, Республика Казахстан. Перед вами монета достоинства на 20 тенге 1993 года. Попробуйте дать свой комментарий, пожалуйста, 5 секунд. Итак, как вы уже увидели, здесь монеты разного качества. Слева в качестве Proof, я бы сказал, что это Proof Like, то есть улучшенный чекан. То есть на ней прямо видно гладкое поле и матовый рельеф. А вот монета справа, она обычная, регулярного чекана. Вот такие особенности. Ну, закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте, все оплачено. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал здоровья так прямо и указывает. Нервные клетки не восстанавливаются. Многие из нас проводили свой отпуск в Египте и не могли не столкнуться с монетами с надписями на арабском. Это задание немножко сложнее. Перед вами две разновидности. Один пиастер 1984 года. Итак, пожалуйста, 5 секунд, найдите различия. Ну и, конечно, видно, что на монетах по-разному обозначены даты. То есть, на монете слева дата по Григорианскому календарю, а на правой монете обозначена дата по Исламскому календарю. Александр Александрович, давай червонец, пожалуйста. Газовую керосинку буду покупать. Вот еще одна монета Египта. 5 пиастеров 1984 года. Задание простое. Пожалуйста, 5 секунд. Да-да-да, в глаза бросается именно вот это, как нам может показаться, цифра 0. Но на самом деле это не цифра 0, это арабская цифра 5. Цифра номинала, она сплошная, а на второй монете здесь цифра номинала заштрихованная. Почему так было, сказать сложно. Скорее всего, они были изготовлены на разных монетных дворах. Ничего, давай, веселись. Веселись, начальник. Давай, веселись. Ничего, скоро будет моя очередь. Вот еще одна арабская монета. Продлагаю рассмотреть 1 динар. Это обе монеты 1972 года. Страна Алжир. Пожалуйста, 5 секунд, найдите различие. Внимание. Арабский язык, конечно, мы можем не понимать. Но тем не менее, надпись на арабском в первом случае отдалена от окружности. А во втором случае эта надпись приближена. Это случилось потому, что монеты были очеканены на разных монетных дворах. В первом случае монеты выпустили в Словакии, а во втором случае монету очеканили в Германии. Вот такая вот история. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. И меня вылечит. Ну а теперь перед вами 2 разновидности 2 динара 1938 года. Уже не существующей страны Югославии. Итак, присмотритесь и найдите отличие. Пожалуйста, 5 секунд. Итак, у кого хороший глазомер, тот невооруженным глаза может увидеть различия в размере короны. На монете слева корона поменьше, чем на монете справа. Значит, держи у этих монет были большие, поэтому они не имеют высокой стоимости. Что, у вас уже выпустили из сумасшедшего дома?